Итак, Наташа Градов у нас в студии. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Я тоже очень рада вас видеть. Начнём с чего-то нового или вспомним? Хорошо забытые старые. Ну, нам надо создавать комитет по подготовке к зиме. Хорошо. Дело всё в том, что человек, приехавший из Петербурга, как я, я вдруг выяснила уже здесь, находясь в Америке, что в Петербурге у нас было 273 дня без всякого солнца. То есть мы там мёрзли, тосковали. У меня, наверное, такая вот уже въелась. Вот как только зима, к ней надо начинать готовиться. Готовиться заранее. Поэтому я и пришла с этим ощущением. Зима идёт, надо готовиться. Вот об этом я и хотела поговорить, что имеет смысл людям делать при наступлении тяжёлой, суровой американской зимы. Так, даже если она лёгкая, зима есть зима. Да. Как-то кожа уже не так выглядит, настроение уже немножко не такое. Поэтому, значит, будем готовиться. Ну что, зимой кожа сохнет, да? Да. Нету достаточной влаги. Да. Это уже я помню. А как себя обезопасить? Больше класть крема? Ну, здесь много вещей, о которых имеет смысл поговорить. Первое, что я, например, говорю, вообще начать надо со здоровья. И это ещё опыт вывезен из Петербурга, из Ленинграда. Что я рекомендую практически всем. Когда начинает, выключается кондиционер или даже включается кондиционер, неважно, когда у нас есть какой-то вот такой искусственный сухой воздух, первое, с чего нужно начинать, это закапывать в нос масло. Как это не смешно звучит. Да. Масло или оливковое. Вот раз в день, перед тем, как идти ко сну, имеет смысл обязательно каждому в качестве профилактики заказывать в нос масло. Зачем мы это делаем? Дело всё в том, что как только идёт очень сухой воздух, у вас пересыхает всё внутри носа. Когда пересыхает всё внутри носа, значит, там возникают маленькие трещинки. Это ворота для инфекции. Даже минимальные инфекции проявляются прежде всего в чём? У вас возникают простуды на губе, у вас сохнут губы, у вас как бы всё уже ощущение... Лихорадки, наверное, даже бывает. Могут лихорадки, то есть вы уже себя по-другому чувствуете. Если вы особенно чувствительны к такому вещи, как сухой воздух, я рекомендую закапывать на ночь витамин А. Витамин А – это жирорастворимый витамин. Он придаётся или в капсулах. Люди как-то немножко с опасением относятся к этому, потому что он рыжего такого цвета. Но почему он будет даже лучше, чем просто масло, если его закапывать? Потому что если мы его используем, он вызывает рост новых клеток, усиливает, стимулирует деление клеток. И таким образом предотвращает многие проблемы, которые возникают зимой с сухим воздухом. Наташа, простите, ещё раз тогда я уточню. Недостаточно только начала носа, как это сказать, полости. Полости, да. Обязательно нужно, чтобы туда вот прошло глубоко. Несколько капель. Взять пипетку и несколько капель, потому что это всё вот здесь защищает. Это и нос внутри защищает, и защищает также горло, потому что всё становится чувствительно к этому сухому воздуху. То есть это то, с чего я как бы начинаю подготовку к зиме. Значит, как только вы почувствуете, что вот уже перешли на отопление, какой-то искусственный воздух, это первое, что нужно делать. Дальше поговорим о моей любимой теме. Поговорим о коже. Что можно теперь делать с кожей. Значит, существует несколько путей. Как вы сказали, можно использовать кремы. Значит, кремы, соответственно, должны немножечко поменяться. И мы сейчас поговорим об одном из таких кремов. Значит, вот недавно на выставке мы взяли вот такой вот крем. Это витамин С. Это новая разработка. Он не похож ни на один из тех кремов, которые я когда-либо видела. Значит, эта разработка совершенно научна. Они здесь даже приводят вот химическую формулу вот этих основных активных компонентов. И когда этот крем наносится на кожу, он просто вот, знаете, впитывается и как бы вот исчезает. Зачем нужен этот крем? Он отбеливает и он вызывает рост коллагена. То есть он оживляет кожу. То есть он создает вот то, что называется вот как бы... Эпидермис. Эпидермис. Он способствует росту эпидермиса и как бы оживлению его. Значит, это первая наша новинка. И она очень хорошо будет работать, если ее не просто вы положили, как обычно мы наносим на лицо крема. А если мы воспользуемся, хорошо же всем известным, мы уже много раз это демонстрировали, вот этот прибор. Он называется ультразвук. Значит, ультразвук мы используем. Многократно о нем говорила. И хочу просто уточнить, как он будет работать. Значит, первое, самое главное, что я хочу сказать. Этот ультразвук имеет вот такой диаметр, ну, я думаю, сантиметра 4 диаметра. Вот это та площадь поверхности, которая будет прорабатываться этим ультразвуком. И вы, когда им пользуетесь, выводите по массажным линиям, значит, вы с помощью ультразвука заносите крема в кожу. Следующее направление, в котором можно использовать ультразвук. Мы еще на прошлой передаче говорили, у вас здесь откладывается жир. И очень у многих вот этот контур лица меняется. Значит, протерли этот прибор и дальше взяли джел или еще что-то, что имеет свойство антицеллюлитное, то есть растворяет жир. И мы вот здесь вводим и убираем жир. Мы занесли сюда вот этот вот антицеллюлитный крем. Когда мы это делаем, то довольно быстро, довольно заметные происходят результаты. То есть здесь уходит жир вот из этой эрии. Дальше, с тем же антицеллюлитным кремом, что мы можем делать дальше? Очень у многих людей, которые не знают, как правильно делать массаж вокруг глаз, у них вот здесь вот под глазом образуются так называемые жировики. То есть просто большое количество жировой ткани откладывается. Значит, вот тем же самым антицеллюлитным кремом мы намазываем сюда на ультразвук и подносим сюда. Мы не трогаем глаз. Это очень важно, не трогать глаз. А именно пытаемся, чтобы вот этот прибор касался только жировика. И если регулярно работать с жировиком, то мы замечаем заметные изменения глаз и контура глаза, потому что мы как бы растворяем вот эту жировую ткань. Наташа, простите, а вот, как правило, антицеллюлитный крем, он предполагает, допустим, на какие-то части тела. Ничего, что это на такое нежное место, как кожа под глазами? Значит, скорее всего, это не имеет большого значения. По крайней мере, в моей практике я не видела больших проблем. Во-первых, это должен быть не крем, а джел. А во-вторых, надо смотреть, какие главные ингредиенты. Самые главные ингредиенты, которые я рекомендую обращать внимание, чтобы там были обязательно корнатин и обязательно кофеин. То есть те вещества, которые действительно способствуют растворению жира. А в какой упаковке, это уже зависит от чувствительности человека. Понимаете, если они пишут, что это для тела или для чего, попробуйте. Потому что, на самом деле, антицеллюлитных кремов для лица я практически не видела. Просто я их не видела, антицеллюлитных. Но проблем-то осталось. Если нет кремов, это не значит, что нет проблемы. То есть я, видите, с одним только прибором я нашла столько много применений. И это еще не все. Ну, давайте тогда прервемся. Давайте. И расскажем во вторых двух частях про все. Хорошо. — Субтитры создавал DimaTorzok — — Продолжение следует...